Часть урожая себе – излишки животным зоопарка. Традиционно в сентябре Центр социального обслуживания населения Кохмы Ивановского района принимает участие в акции «Дары осени». Пенсионеры собирают для хвостатых и пернатых гостинцы уже шестой год подряд. Светлана Петровна лето считает для дачного сезона неудачным. Картошка, мелкая выросла, яблоки не уродились вовсе. Тем не менее, пенсионерка часть урожая приберегла. Капуста нынче плохая, конечно, но больше лески, вилков почти нет. Ну, немножко тоже зоопарк пришлось положить. Кабачки. А так и помидоры у меня нынче были, и огурцы. Вот немного посажено, много было. Картошки тоже хватит мне одной. Гостинцы собирают всеми улицами, выносят мешки и оставляют у дома. Пенсионеров-благотворителей в этом году не меньше 50. В зоопарке рады и овощам, и фруктам, и ягодам. В этот раз жители Кохмы решили даже побаловать питомцев, и подарочки им купили в продуктовом. Крупы травоядным, мясо хищникам. Вы в зоопарк-то ходите сами? Нет, я ни разу не была. Нет, я был. Я даже не знаю, где он находится, и кто там живет. На рабочем поселке. Так а почему же вы им еду собираете? А, а мы знаем, что животных надо кормить. Мы в свое время сами держали животных. И курочки у нас сейчас есть. Козочка была, 8 лет держала. Мешков, привезенных из Кохмы питомцам за осаду, хватит примерно на неделю. Сотрудники рассчитывают и на помощь от ивановцев. Принимают здесь все фрукты и овощи. Главное, чтобы они были свежие, не гнилые. Рябину, калину в основном дают птичкам, картошку, копытные животные, кабачки тоже. Также можно давать медведям. На Кохомских благотворителях акция «Дары осени» не заканчивается. Жители областного центра могут приносить гостинцы питомцам в любой день без предварительного оповещения и оставлять указ зоопарка.